Призвали подрядчика исполнить решение суда. Активисты ОНФ с очередной проверкой в Радужном. Там затягивается ремонт спортзала в кадетском интернате. Суд обязал подрядную организацию устранить нарушения. 15 апреля должен был завершиться первый этап восстановительных работ. Но фактически они еще даже не начались, констатировали общественники. В ходе судебных разбирательств иск был удовлетворен в полном объеме. Прошла проверка апелляционной инстанции. И в середине 2020 года решение по данным делам вступило в законную силу. Однако до настоящего времени, несмотря на то, что по словам и заверениям подрядчик готов устранить недостатки, к фактическому исполнению работ, мы так и не приступим. Напомним, спортзал в кадетской школе открыли в сентябре 2018-го. Спортивный объект стоимостью 26 миллионов рублей и площадью более 1 тысячи квадратных метров возвели менее, чем за год. Но позже выяснилось, для занятий спортом зал непригоден. Из-под досок поднимается пыль. В марте этого года активисты ОНФ даже собрали круглый стол. Тогда руководитель подрядной организации ссылался то на пандемию, то на сырой проект. Громовирус такая ситуация. Мы на сегодняшний день готовы, продолжим. Но то, что мы делаем, опять то же самое, мы наступим на телеграбли. Что я им скажу, это не исключено, это 100%. Дайте нам правильное решение, как нам сделать. В итоге подрядчик заверил, что решение суда выполнят в полном объеме. Был даже график исправления недоделок. Первый этап работ планировали завершить к 15 апреля. Но этого так и не произошло. Подрядчик состался на занятость на другом объекте. Активисты ОНФ намерены обратиться в ФАС для внесения компании в черный список, чтобы она больше не могла участвовать в торгах на подобные работы. Я удивляюсь, что до сих пор мы не поставили вопрос о том, что он не может такой у нас подрядчик быть на рынке услуг. Я думаю, это нужно сделать в ближайшее время. Но не может в правом государстве так долго затянуты вот эти вопросы. Общественники призвали подрядчика выполнить свои обещания до конца апреля. Окончательно же спортзал в кадетской школе должен быть восстановлен к 15 июня. У активистов есть вопросы и к департаменту образования. Каким образом принимался многомиллионный спортивный объект, если спортзала фактически у кадетской школы до сих пор нет? Общественники продолжают контролировать восстановительные работы в спортзале образовательного учреждения города Радужный. Алексей Домнин, Шестой канал.